Всем привет дорогие друзьяшки, с вами Леон и мы продолжаем играть в Fallout 4 И сейчас находимся в Artjet Systems, это что-то вроде ракетно-испытательного комплекса И мы тут не так давно помогли брату Стали найти необходимую ему детальку, чтобы улучшить радиосигнал в полицейском участке Но мы столкнулись с Коляном нашим, с такой небольшой проблемкой Дело в том, что на поверхности что-то вроде выброса, некий выброс, который просто-напросто, радиация там просто зашкаливает Это прям а-ля, знаете, Сталкер, не знаю, Зов Припяти, там всякие выбросы, это чистое небо, во, вспомнил Ладно, Колян, мы тут довольно долго сидели, пойдем Я думаю, там уже это все дело закончилось Если нет, ну, блин, я не знаю, сколько мы будем еще ждать, мы ждали довольно долго Так, нам, наверное, надо бы что-нибудь закушать, да? Сразу антирадина Захавать и Даже не знаю, задежды что-нибудь такое одеть на всякий случай Ладно, и так пойдет Фух, ну дай бог там не будет этого Так, все в порядке Кажется, да Смотрите, все в порядке Брат Сталин до сих пор здесь стоит что-то Хорошо, спасибо Здорово Этот выброс, это было на самом деле неожиданно Но хорошо, мы были недалеко от укрытия И мы смогли, как бы, спрятаться Конечно, мы бы могли даже какое-то время, я так понял, бегать по подобному В подобной погоде Если это вообще можно назвать погодой Так, нам нужно вернуться обратно в убежище Я вот немножко одного не понял Как мы оказались Здесь Мне казалось, мы были где-то здесь А в итоге мы А, мы же пробежали там небольшое расстояние Обалдеть То вот мы немножко пробежали И оказались вот здесь Я бы думал, это вообще какое-то гигантское расстояние Короче, карта маленькая, вот что До сих пор меня это поражает Но, конечно же, я Даю отчет тому, что Да, я понимаю Это Все потому, что На этой маленькой карте Очень много интересного всего напихано В прошлой части Мы, кстати, впервые встретили Синтов Это синт Твою мать Да Я все понимаю Это вообще не восприимчиво, что ли Обалдеть Вот это Говно Это ненормально Какая-то слабенькая пушечка Интересно, интересно Возьму-ка я, пожалуй Знаете, тут вот такая штука была Быстрый-легкий Не, не быстрый-легкий Знаете, тут еще было круче Не, это, конечно, слишком круто О Винтовка Отлично Со штыком Нормально Вот Короче, синтов встретили Очень Крутая Штука То есть Вот это Раса Что-то вроде Или просто Мобы Не знаю, если можно Это как-то назвать И они Прям Ну, не знаю С ними очень круто было Постреляться По крайней мере И еще Я так полагаю Я спас брата Стали От Возможной смерти Когда я вынажал Красную кнопку И Ой-ой-ой-ой Так Вот это Нифига себе Они тут забрели Собаки, блин Радиоактивные Ээээ Ну-ка Не кусать Моего Товарища Держи Хе-хе Чисто Одной пулей Так Нифига мы так Нарвались-то тут Они тут Что-то Ой-ой-ой Эээм Не, я конечно Могу еще понять Вот этот скелет Обглоданный До кости Но я не могу понять Миски собачьи Собачья Каска Шейник Цепочка Да Видать Так Хозяин Если его можно так называть Чувак Пытался приручить Вот этих бешеных Радиоактивных дворняк Ну Плохая была затея По всей видимости Хреново реализовалось Вот что я вам скажу Так В общем мы сейчас на пути К дому Мы хотим все скинуть Нафиг Столько вещей Столько вещей Особенно Очень много оружия От этих синтов Попадало Прям очень дофига О, только гляньте Кто тут живет Привет Здорово У тебя есть кошечки Вау Кошатника Шапочка у тебя такая Как будто ты какой-то блин Но не буду говорить В общем-то Любитель побаловать, да? О, господи Ну ладно Привет Ну давай посмотрим Так У тебя 153 крышки Замечательно Мне нафиг Не сдался Твой Хлам Че у тебя там есть А то я даже не знаю Че тут можно найти Обгорелый комикс Грогнок Сколочный Короче, ладно Нафиг Неинтересно Оружие Давайте ему спихнем Хотя бы часть Того что мы там Насобирали Институции Институтский Пистолет Допустим Так 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 Замечательно Так Ну немножко у него Крышечек заберем Подтверждаем сделочку И сваливаем отсюда Все До свидания Пойдем 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 Так Сейчас по-хорошему Конечно Мне бы стоило Как-нибудь Вне записи Потусить С ребятами Которые Мои Мои Жители В моем городе Чтобы немножко Обустроиться И снова что-то нашел Что такое Опа Тихо-тихо-тихо Вы че блин Че такая агрессивная Это Офигеть Только помогай ко мне Офигеть Мы опять на какую-то Рейдерскую Эту напали Воу Это Да Так Все в порядке Песик Смотрим Здесь может быть Кто-нибудь еще Нифига себе Мы наткнулись тут Вот че тут Самогон варили что ли Ууу Те какие вы это Хе-хе Извращенцы Так Ну-ка Не мешайся Песик Что О боже Блин Ай Не твоя кровь Хе-хе Да по-любому Не твоя Буду в следующий раз Как-нибудь Ювелирнее стрелять Чтобы тебя не так сильно Запачкал их кровью Знаете кстати что Я тут вопросом задался Таким очень интересным А патроны вообще вес имеют Обычно допустим В том же третьем фаллауте Вес они не имели А в фаллауте Нью Вегас Они имели вес В режиме Хардкор А здесь Что-то мне сдается Они очень даже Имеют вес Эм Что-то слишком Как-то близко Эй Подальше отодвинь пожалуйста О Прикольно кстати Не обращал раньше внимания Так у нас два уровня К слову К этому моменту Уже собралось Можем распределить Но пока что Я не распределяю Потому что необходимости В этом не вижу Скорее всего в городе И увижу Что я хотел Я хотел посмотреть Патроны Вес имеют Нет Цена Вес 0 0 0 0 0 Все Полностью 0 То есть можно спокойно Таскать Патроны А иногда Можно как валюту Использовать Прямо как в метро Так Ну вот Что-то уже Более-менее Знакомое Вырисовывается Сейчас уже Подходим По всей видимости К нашему поселению И наши поселенцы Нас уже заждались Возможно Они там уже Все попередохли Потому что Я им ни еды Не подтаскивал За последнее время Ничего А если даже И попередохли То и ладно Хотя не Не ладно Возможно Это знаете Это ключевые поселенцы Более-менее Как-то завязанные С сюжетом Ай чё Это чья-то ферма Надо быть Крайне Осторожным Вот Му тебе Ладно Отходим Но нам особо Не надо Так Ну этот шар Мы помним Окей Все Мы финишная Прямая То есть Поселенцы Эти ключевые Я Кажется Видел там Что-то вроде Маячка Которое мы могли бы Это что за фигня Построить Да кусай их Да Блин Ты серьезно Под лобаной мухи Попасть не могу Вот Этот маячок Будет Посылать сигнал То ли Ну не бедствие А сигнал Приглашение Прибыть В нашу общину И составить Компанию Нифига себе Тут радиация Ай-яй-яй Радиоактивно Здесь все Очень И ножки Еще заодно Промочил Неприятно Да Согласен Так Насчет зданий Я уже Кстати в курсе Что их Можно полностью Обносить Строить свое И так далее И так далее И так далее Ты что Гавка Что так сильно Гав Ты что Что такое Что-то нашел Вариф В бой Тут уже Еду готовят Смотрите Они тут Без нас развиваются Что такое Что такое Что нашел Давай уже Показывай Не томи Я в тебе Ну смотрю Смотрю Давай Давай Выдай Выдай Давай Давай Ну Ты какой-то Странный Вот что Я тебе скажу Что ты Что ты Что ты Делаешь А Стоп Удочка Мы можем Мы можем Ее Как-нибудь Использовать Неа Никак Ну удочку Видать он и нашел Ладно Так Ну что ж Пришло время Разбираться Как здесь У нас Вообще Быто обстоит Что делать Как делать Зачем делать Кстати Кстати Я же тебе Винт принес Хе-хе Хе-хо Хе-хо Ах-хо Еще Дай мне Рай Ах-ха Take me, Diamond City holds answers, but they're locked tight. You ask them what they know, but people's hearts are chained up with fear and suspicion. But you find it. You find that heart that's going to lead you to your boy. Oh, it's bright. So bright against the dark alleys it walks. That's... That's what you need to do, kid. Follow the signs to the bright heart. Phew, wow. That took more hours from me than usual. I'm gonna need to rest now, kid. And... 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 так а давайте заберем все хотите забрать все да я хочу так а теперь посмотрим здесь у нас тем не менее здесь все осталось окей пёсик 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 коля-коля стой так обмен тёпать-то разыну так забрать все уверены господи как я сейчас перегружен да мне плевать иди помойся речка же недалеко здорово мы скинули абсолютно весь хлам то есть нажатием одной кнопкой здорово так можно отсортировать я так полагаю пока каким-то статам ну ладно фиг с ним так а вот оружейный верстак мне гораздо интереснее так модифицировать разобрать так у нас есть вот это добро а мы можем на сталь его разобрать а как же на составные части так что мы можем с этим сделать тоже все это алюминовая фигня понятно так давайте какой-нибудь крутой энергетический волыну сделаем фотоны повышает точность критических выстрелов так вы знаете нужно качать науку вот что я понял давайте качать науку науку качать хорошо так замечательно качнули науку на 1 и еще качнули взломщика но учатся на двоечку хорошо а 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Построил ей кресло. Она теперь довольная. И, собственно, это все, что по созданию. Ну, в общем, создание, модернизация, все в таком духе в игре очень прикольно сделаны. Но времени жрет мама не горюй. Так что, я не знаю, надо будет собирать очень много ресурсов, стаскивать их сюда, а потом уже что-то пытаться строить. Ресурсов не так много я насобирал на протяжении всего пока что прохождения. Так что, вот удалось первичные такие моменты построить. Разобрал пару зданий, тоже как бы воспользовался этим. Это раз. Два. Понял, что нельзя никак апгрейдить части силовой брони, ноги, руки и так далее, голову, если, собственно, их самих-то тут и нет. Вот, как вы видите, руки вроде как они есть, но это на самом деле каркас. То есть, на них крепятся сами основная броня, то есть, вот это руки. То есть, это, по сути, голая рука, просто сам механизм. В том числе и голова. То есть, головы тут просто тупо нет и не видно. Для того, чтобы их как-то модернизировать, их нужно находить и цеплять на этот самый каркас. То есть, из всей вот этой силовой брони есть, как вы видите, только ноги и туловище, которые, в свою очередь, тоже модернизируются, используя много всякой разной прикольной штуки, короче, которые надо будет собирать. Плюс, ко всему прочему, нужно будет задаться такой целью, как прокачка науки, оружейника, много еще подобных перков, которые нужны именно для модернизации, для крафта и бла-бла-бла прочее. Вот. И более-менее разобрался с оружейным верстаком. Даже немножко апгрейдил свой пистолет, который самый первый подобрал. Вот этот вот. Как-то его, кстати, можно было смотреть. Я помню, что я натыкался на это дело. Нет, не то. Ну, короче, посмотреть его можно как-то. Видать, возможно, в менюшке в самой, а не здесь. В общем, чтобы проапгрейдить какое-то оружие, вам, опять же, нужны обыкновенные ресурсы. Грубо говоря, само оружие. То есть, нельзя, допустим, из этого пистолета сделать автомат, как я думал, допустим, в трейлере. Всего лишь мы можем нацеплять на него всякого рода модификации. То есть, можем сделать его скорострельным, легким, либо, там, допустим, тяжелым, да, и, там, сконцентрировать весь урон в одном выстреле. В общем, пользуясь случаем, пока что мы еще находимся здесь. Далеко не ушли, а мы уйдем обязательно. По весу у нас более-менее нормально, приемлемо. Хочу зайти сюда, в убежище. Так, переместиться в оборону точку, да. Ох, нифига себе, это... А, нифига. Это оружие, сделанное из когтей смерти. То есть, для ближнего воя. Кстати говоря, вот на самом деле, мне вот эта фигня не нравится, то, что в загрузке. Так, я только что загрузил игру, и... В связи с тем, что когда я спустился в убежище... А, пропал звук. То есть, был первый баг вообще, в принципе. Я знаю, что он такой существует, но... Столкнулся я в первый раз с таким. И мне пришлось заново перезапустить игру. Ладно, давай, поехали вниз, песик. Надеюсь, этот баг не повторится. Так. Мы спускаемся, и звук вроде как имеется. Всё хорошо. Мы вернулись в убежище 111. Оу, е! Что я хотел сказать по поводу загрузок, да, вот, что показывают нам модельки разных, там, персонажей, мобов, объектов и так далее. Лично мне это не нравится, потому что я вот, как человек, который ценит эффект первого впечатления, люблю, допустим, натыкаться на подобное в игре сам. То есть, допустим, та же перчатка, да, как у тебя смерть. Зачем я вот её увидел? Зачем мне вот надо было её сейчас показывать? Может быть, я бы её хотел увидеть на каком-нибудь рейдере, да, её забрать, или найти сам как-нибудь скрафтить. То есть, зачем меня вот преждевременно, грубо говоря, это своего рода спойлер-элемент. Не знаю, как вам. Вот эта вот моделька, да, вот когда вы видите какую-нибудь модельку новую в игре, вы, в первое дело, что вы офигеваете. Вау, прикольно там сделано, или ух, какая, как прикольно. Ну, вообще, то есть, есть какой-то эффект вау, вот этого вот. Когда ты уже это посмотрел в режиме загрузки, ты просто уже потом, когда подобное встречаешь уже в самой игре, ты уже не так сильно удивляешься. Короче, абсурд. Не нравится вот в этом плане мне это вот дерьмо. Так, а где мы, где мы, где мы брали, вот, короче, мы идём, сами вы поняли, за что, зачем, да, вот, за холодайкой, вот этой вот, как я не помню её называют. Так, ящик для криолятора, криолятор, короче. Так, пёсик, как-то говорят, можно это использовать. Эй. Эй. Сходи-ка, посмотри. Открыть ящик для криолятора. Может быть, может быть, так. Оставайся отмена, говорю. Принеси. Эй, боже, я думаю, ты можешь найти что-то для меня? Так, враги, вещи, вещи. Так, вот это вот я сам заберу давай. Чё, всё? Давай-давай-давай, о-о-о-о-о, да. Вот так вот. Нормально, нормально. То есть, да, реально бажок такой, не учли разрабы. Но, вот таким образом, хитрым, грубо говоря, можно спереть криолятор. Прикольно. Спасибо, ребятки, что оставили в комментариях способ этого... Добыча этой пушки. Ну, правда, он нечестный с одной стороны, с другой стороны. Ну, забавно, да. Так, всё, берём. Чё, как он так? Хоть стреляет-то, интересно посмотреть. Так, оружие. Креолятор. Своё название это ещё такое? Нет нужных боеприпасов. Ага. Фига, он аж шипит. От того, какой он морозный. А какие снаряды для тебя нужны? Так, криогенные. Опа, понятно. Это надо будет создавать на верстаке, я полагаю, да? Ладно. Ну, по крайней мере, мы его забрали. Возвращаемся обратно в город. Или уже, наверное, можно пойти путешествовать. Хотя, да, лучше всё-таки в город. Я выложу этот креолятор на случай. Если патроны потом найду, просто заберу, схожу. Веса много занимает подобные пушки. Большие. Так, всё, поехали. Нет, пёсик! Нет! Вороны! Вы слышали этот удар? Падение вороны об машину. Просто такой... Нормально. Так, ну что? Бутылка с коктейлем молотова мы тут нашли. Вернее, это нашёл наш дорогой пёсик. Он нас подозвал. Замечательно. Может, здесь ещё подобные есть ящики? Эй, дружище, давай найди мне ещё что-нибудь полезненькое. Интересно, он как будто бы меня ведёт, а не я его. Кстати, вот помните, был, когда взрыв? Отсюда убегал чувак вот этот вот в шляпе. Что-то мне подсказывает, где-то здесь он должен был быть. То есть, его останки, потому что убежать он далеко не смог бы, а в убежище его не пустили. Который пришёл к нам домой, это Волтек. Дядька такой. Мы ему ещё сказали, нам нечего покупать. Но, по-моему, нет его. Может, тоже не учли разрабы, я не знаю. Если, ребятки, вы в курсе, что где-нибудь его останки всё-таки лежат, то отпишите в комментариях, дайте знать. То есть, ещё раз, это чувак, который, помните, пришёл к нам в дом в самом начале, который попросил распределить очки спешл или что-то такое. Так что, вот. Так, ну что, мы готовы отправиться. Единственное, что я сейчас этот коррелятор выложу, я не понял. А я, помнится, выкладывал на этот стол. Знаете что? Какого хрена? Что за дичь? Вы серьёзно? Объекты исчезают? Твою мать, блин. Вот, знаете, вот это фейл. В натуре. Просто дерьмо. Откровенное дерьмо. Я ложил на этот стол ракетку. А, вот он. Хломатрон. Лол. Вот он лежит. Ну нафиг. Я лучше, пожалуй, не буду рисковать и буду размещать всё это добро в каких-нибудь ящиках. А то что-то я, блин, положил так, а объекты гуляют. Это вообще чё-то ненормально. Мне это не нравится. Так, коррелятор. Сохранить. Так, чё тут ещё у нас? Где там хломатрон-то этот? Вот он. Всё. Мы готовы. Хломатрон, коррелятор. Потом можно, кстати, будет их тоже вгрейдить. Я смотрел. Насчёт коррелятора не знаю пока что. Потом посмотрим. Ну что, отправляемся? Итак, мы сделали фаст-тревел. А, сейчас посмотрим, куда я сделал-то хотя бы. Административное здание колледжа. Отсюда, как вы помните, мы побежали на помощь к полицейскому участку. Помогать братству стали. Вот. И здесь у нас, вот как вы видите, такие замечательные представители местной олени и фауны. Природы фауны. Олени, двухголовые. Бедолаги. Вот только гляньте, у них. Они как брамины, короче, мутировали. То есть у них по две головы. И ещё вот эти копытца какие-то спереди торчат. Жуть какая. О, ворона. Вот эту, кстати, пушку я немножко модернизировал. Опа. Воу-воу-воу. Чё это? Чё это? Ну-га-ну-га. Бегает тут. За территорию себе. Прикольная, короче, штука. Сойдёт за полуснайперское оружие. Так, ну что? Куда отправимся? Дальше, я так полагаю, мы дальше пробираемся к Constitution. Да, поэтому нам нужно завернуть куда-то вон туда. Вообще надо меточку поставить, чтобы не париться. Переходим, нет, меточку. Всё. Ладно, пойдём. Лишь бы нам не попались какие-нибудь вот рейдеры в силовой броне. Кстати, я прочитал также в комментариях ребята, что вы писали, что можно отключить чувака в силовой броне, если выдернуть ему ядерную батарею. Ну, это как бы логично, да, но как сделать это в ходе боя, я понятия не имею. Конечно, представляю, как вариант можно по ней попасть, и тогда она, в принципе, должна ещё и взорваться. Но, чтобы её прям руками голыми выдернуть, это может стелсом там за спину подойти как-нибудь. Но, блин, если прокачать стелс, наверное, всё-таки враги не будут чуять нас жопой, как кто-то, опять же, в комментариях отписал. Так, военная частота АФ-95. Пропала, что ли? А, мы её уже находили. Кстати, а что у нас вообще радио-то работает? Нет, не работает. Я и думаю, что волны главные идут. Справа там музыка-то у нас идёт такая. Блин, я постоянно... Я, по-моему, вообще не туда бегу. Завтыкиваю, иду, куда глаза глядят, а не куда надо. Не так. Нифига, вот, по-моему, вот это и есть конститюшн. Так, и гляньте, какое большое здание построили. Ой-ёй. Без клик. Ай, ребятки, пардон. Ах, остатки болезней. Продолжают докучать меня. Оу, чувак, здорово. Как твои дела? Из холодильника вылез. Если бы тут ещё была шляпа, я бы посчитал, что это отсылка к Индиану Джонсу. Из-за этого абсурдный приём с холодильником. Вот с Электроникс. Ох ты, нифига себе. Здрасте. Да, низкую ли, чувак. Сейчас посмотрим, что тут есть. Так. Вот с Электроникс. Не знаю зачем, не знаю почему. Да, даже сюда заглянуть, посмотреть, что внутри есть. Забавного. Кто есть, что есть. Здрасте. Ой, господи, ты чёс, башки мои нарухнуло. Нормально, мы тут стартанули. Сразу как бы спустились вниз. У тебя такой довольный, это песик. Язык вытащил. Счастливый, как песня. Так. Электроникс. Сдаётся мне здесь роботы. А вот этот робот, он... Я не могу понять, то ли он в режиме ожидания. Да, он, по-моему, мистер помощник. Он красным. Горит. Ускоритель. Пока. Так, не знаю, мистер помощник, не помощник. Но абонент теперь не абонент. А то я видел, как один робот такой нам башку отрвал. А, они все выключены. Вон оно, ну чё. Зато есть шанс тогда посмотреть на них поближе. Так, катушка сила. А, я всё забираю. Возможно, зря я его убрал. Нифига себе. А, у них нету мозга. Я раньше думал, у них здесь мозг есть. Это не у этих мозг, ребята. Я перепутал тогда. Здесь у них просто какая-то... Ну, катушка какая-то непонятная, блин. Как у стиральной машинки. Так, требуется терминал использовать. Поехали. Дистанционное управление дверью. Интерфейс дистанционного управления. Открыть дверь. Получение доступа к двери. Открытие дверей. Так. Всё замечательно. Здравствуйте. Робот меня это, конечно, настораживает. На всякий случай, да, он в голову. Так, ну... Может, как-то можно его отключить, допустим, со спины. Мне надо уровень качать. Вообще, срочно. У нас есть, кстати, один... Одна прокачка. То есть, одну очку уровня. Пока что не буду его тратить. Всё, пока хватит тебя. Оружие не ломается, вот что, кстати. Да! Блин, эти тараканы против них надо хотя бы таким стрелять. Так, ладно, давай. Колян, сюда зайдём. Так вот это возьмём. Хватит дверь открывать. Это тактический важный момент. Если ты будешь так вот... Своевольничать? Я не знаю, что мне делать с тобой в таком случае. Так, кофейник. Стали у нас вообще дофигища. То есть, сталь... Ты задолбал. Он просто открывает дверь, вы понимаете? Ты чё, блин, я тебе сейчас на голову ведро одену. На, вот, поешь, как это, как лошадей, знаете, кормит. Так вот. Тот, тот, тот? Нет? Тломально? Ладно. Так! Чё тут ещё можно найти? Посмотрим. Так как ничего нет? Шкафчик. Ничего нет? Клей. Вот клей надо. Клей будем собирать. Стали дофига. Клея мало. Короче, всё, что может такое пригодиться. Шестерёнки, кстати, в комментах я тоже прочитал, что нужны. И они очень редки. Где-то я находил. Я даже помню, где, чтобы вернуться забрать. можно но и не знаю когда мы это сделаем что не особо как-то сейчас пройдут и делать о вы гляньте там что-то наверху есть мне кажется ой 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 инструменты у вас нет бронепригодны для манификации индекс с броней посмотреть что можно делать так нет ничего нет да давай собирай мам это к верстаку прилагается понятно так вот попробуйте из-за того что нибудь сделать об нормально для тренировки стрельбы в самый раз о давайте попробуем так колян отойди еще будет бум почему они так в таком состоянии интересно нормально чем с этих роботов да будет конечно обидно если я их запущу они окажутся мирными а потом еще и с ними диалоги какие-то косы можно будет иметь или нет ладно любом случае квестовые персонажи здесь не умирают не должны по крайней мере не все так здрасте еще один робот блин прикольно я насладиться не могу это его физикой стрельбы баллистикой дырки остаются от пуль до да здорово так вообще что-то оторвалось блин если по моему стрелять по руке рука может с концами оторваться ооо прикиньте а все таки да не дружелюбно и да как руку оторвали сразу килл килл ах ты мой ты говно такое щас я тебе ногу-то отстрелю блин будешь у меня если чё потом ползать не не будешь понятно вот очень клёво то что можно теперь отрывать разным персонажем конечности если в силу своей природы они от такого не умрут то они будут продолжать действия допустим можно оторвать все руки все ноги гулю одичавшему он будет жить без теневая лампа а вот это кстати лупа нарисована слева типа зачем она нужна напишите в комментариях а то я не в курсе лампочки лампочки просто разбитые разбитые лампочки это не круто но все мы заберем короче здесь был какой-то магазин да это понял таких вот роботов и они все отключены на них можно кстати потренироваться можно допустим понять куда мне нужно стрелять чтобы с ними стало то или иное вот допустим чё все вот видите ингибитор боевого режима сломан теперь он как бы не жив но как бы вроде и не жив а вот что вот с этим роботом еще ничего не сделали корзину для продуктов с этим вот об два попадания и нормально так мы деньги чё-то еще можно найти ломаем свой свой эх люблю шарахаться по разным таким местам чё то есть я взломал взломать-то взломала вот чё толку вот этого особо-то много и не прибавилось тут нифига нету ладно пойдем песик отсюда нафиг блин обалдеть им даже крышку можно отломать то есть вот стреляешь туловище вот в левую руку допустим постреляем реально на запчасти разбираешь вообще офигеть корпус сняли он еще жив что самое забавное офигенно сделано обалдеть вот это круто будет а как-то особо на это внимание не обратишь а вот здорово еще хочу так именно отбитый папа все сняли с тебя корпус так еще раз сняли радиация даже есть пошла откуда-то и откуда эта радиация офигеть просто биты его разбили нахрен вот нормально полетал вандалы мы такие вообще с вами дикие пик потолка соскрести не надо легендарный какого хрена я убил я убил боже половин ебельный гладкоствольный за затвором пистолет с затвором даже офигеть ну его конечно убил то легко даже странно судил да не данной а у нас человек Уровень сложности маленький стал. Я просто клиент пере... Да, блин. Ну, где там? Очень высокое выживание. О. Убили там его, конечно, быстро, но... Клиент загубился после того, как у меня баг появился. С исчезновением звука мне пришлось проверить целостность кэшов игровых файлов. И перекачать игру, получается, заново. Или какие-то там файлы. И забыл, что настройки-то сбросились. Вот, короче говоря, мы особо-то в бою-то и не были. Чтобы... Чтобы как-то это повлияло в процессе на всё добро. Блин, ну таракана бы в хардкорном режиме я бы пострелял. Ну ладно, хрен с ним. Блин, легендарный. Легендарный таракан, это вы все представляете вообще? Это ненормально. Так, что у нас тут есть? Что вы там прячете от нас? Ага, ядерный взрыв вижу. Ой, да мы можем такие замки взламывать. Здорово. Сложные. Не знал, что мы можем сложные замки взламывать. Пищущая машинка. Давайте подберём. Телефон подберём тоже. О, стелс-бой. Кстати, вот как здесь выглядит стелс-бой, я не в курсе. Ого, нифига, тут денег. Ого. Нормально. Нормально подобрали. Много, много вкусного. То есть, как было в флауте 3, стелс-бой похожий на какую-то игровую приставку. Мы его активируем. И один хрен нас видят. Просто мы полупрозрачные такие становимся. Конечно, если мы тупо сидим на месте, в присидку, то нас не видят. Но это единственный момент, когда нас могут ещё не заметить. А остальное, стелс-бой, не стелс-бой, нифига. О! Бутылка из-под ядер колы. Стекло, пригодится. Так, кексы весёлые ребята. Звучит очень странно, но ладно. Типа, знаете, как будто пальчики человек, людей. Так, это я тоже заберу. А вот, собственно, это эти пальчики. Чё за прикол? Вот, кстати, уже второй раз натыкаюсь на раковину, где лежат просто кисти рук. Кости кистей. Пластиковая вилка. Это очень странно. Кто этот человек? Он какой-то странный, который размещает это туда. Все эти кисти. Так, опа, стопы. Опа, чуть не пропустил. Так, чё-то ещё есть. Каждый... В каждом туалете должен быть какой-то... Какая-то аптечка. Да? Да. Ладно, всё, пойдём. Пойдём, не мешайся. Пёсик, не мешайся. Пойдём. Пойдём, господи. Коля! Коля, блин, срыгнись! Сюда мне пройти! Ещё наверх надо. Так! Кто у нас здесь? Ага, вот это военный. Видите звёздочку? Вот это точно не мистер уборщик. Заместитель менеджера помощник. Ну и не мои. На тебе! На тебе башка! Хе-хе. Я буду ломать тебя. Полностью тебя ломать. Он ещё так двигается. Опа! Отломали нафиг. Так. Это какой-то живучий. Наверное, потому что уровень сложности повысили. Теперь не так уж просто их и сломать. О, скрытный удар. Три икса уроза. Да? Нас не видят, и мы можем качать скрытность таким образом. Хотя, вряд ли мы так прокачаемся. Опа! Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Опа, всё! Смотрите на вашего помощника. Ничего от него не осталось. Так. Перфорированный, чувствительный, гладкостерка. Господи Иисусе. Так, виски. Хорошо. Что тут ещё есть? Всё, как-то заберём. Нормально. Собачьи консервы! Коля, я нашёл для тебя еду. Так, настольный вентилятор. Тоже забираем. Всё, забираем. Без хлам. Серебряная стола. Это не надо. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Сообщение 07.10.07.07. Глоб. Так, груз получен, уже находится в пути. Оговорённую сумму оставь на месте передачи. Только не жадничай, Феликс. Я тебе... Достаю робототехнику высшего класса. Мальком. Окей. Отключить военные протоколы. Уважаемая мразь, я увольняюсь. Купер. Управление замком. Получение доступа к функциям безопасности. Деактивировать замок. Проверка уровня допуска. Авторизация пройденная. Деактивация замыкающего механизма. Хорошо. А что за замок? Мы... Это случайно не тот самый, который взломали шпилькой. Где-нибудь ещё резолента есть. Тут уже всё. А то сейчас я ещё... А, вот. Вот. Сейф. Нормально. Так. 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 Всё. Нормально. Пойдём. Знаете, чего не хватает в этом фоллауте? Если у тебя дофига однотипного оружия, то можно было бы, допустим, с одним бегать. Если он у тебя ломается, то другие можно разбирать и чинить то, с которым ты бегаешь. И таким образом у тебя в инвентаре уже становится чуть меньше... Чуть больше, вернее, места. Таким образом, вроде как, освобождаешь рюкзак. И используй. И используй. Вот и всё. Так. Ну здесь всё. То есть, эта локация полностью зачищена, мне сдаётся. Вот единственное, что здесь грузовой отсек. Отсюда не выйти, да? Нет, не выйти. Ну и музыка. Ну и всё. Больше здесь я не вижу смысла находиться. Можно как-нибудь отсюда валить. Всё. То есть, обычный какой-то был магазинчик. Судя по тележкам из супермаркета. И роботом, который роботизированный магазинчик. Окей. Пометочка на карте, кстати, вот то, что теперь как со Скайрима повелось ставить локацию, что зачищено. Это очень удобно. То есть, мы будем знать, что сюда нам лучше больше не возвращаться. Хотя, возможно, я что-то здесь мог пропустить, так что в комментариях пишите, как всегда. Если что-то в локации в этой пропустил, то давай, побежали, пёсик. Так, 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 давай, 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 показывай. Чё такое? Чё нашёл? Ага, винт. Лабораторная пробита. Чё ты рычуешь, что ли? Винт нашёл, наркотики нашёл. Хорошая собака. Наркотики ищет. Так, темно, вот чё. Вот чё, жопа. Не люблю по темноте шарахаться. Давайте вернёмся назад. Так, снова мы оказались внизу, зараза. Это немножко тупо, на самом деле. Ладно, сейчас найдём какой-нибудь стул, сядем, подождём. По-моему, хотя можно даже так подождать, а нет, нельзя. На Т нажать, допустим, помню. Можно было в каких-то играх. А вот можно сесть. Всё, садимся. И тут ждём. Сколько ждём? Часов? Ну, вот так вот тут подождём, окей. Никак не меняется окружение вообще с течением времени. Всё, подождали. Часов. Так, и теперь... Чё, тут больше ничего нету. Всё, точно нету. Точно, уходим. Эх. Конститюшн. Сдаётся мне, там всё дело настолько защищено от людей, что мы, когда подойдём, мы встретим такое дикое сопротивление, что просто нам придётся изменить наши планы, изменить наше направление. Так, что ты скулишь? Всё в порядке, дружок? Всё, должно быть в порядке. Всё в порядке. Идём. Так, у нас тут какая-то, я смотрю, церковь. Католическая. Ещё один городок. Опа, кто у нас там? Дикий гули. Иди-ка сюда, дружище. Так, сохранюсь опять, на всякий случай. Опа, хорошо, хорошо. Прикольно, что можно задерживать воздух. Прям как в Call of Duty, знаете, когда прицеливаешься. Здоровски. Так. Псина обнаружила врага. Дикий гуль. Чё он, где он? А, они в церкви. Тусуют, да, все? Окей. Потихонечку. Для нас враги, на самом деле, очень жёсткие в режиме выживания. Всё хорошо. О, хватит! О, ну нахрен! Так, спокойно, пёсик. Тюхо! Нормально, нормально. Держи, дружок. Всё в порядке. Ты красавчик. Мы справились. Окей, окей. Всё в порядке, всё в порядке. Мы справились. Модная щётка для волос. Она тебе больше не понадобится. Так. Бильярдный шар. Так, что у нас тут? Чё вы тут усилили-то хотя бы? Лампа поставлена, наверное, на книжке. Может быть, что-нибудь здесь есть интересненькое. Расширяющаяся ваза Ива. Ну ладно, давайте возьмём. Интересное у неё название. Так, а вот и ходик у нас тут чёрный. Дверь, тут не особо ничего такого интересного нет. Просто обычная церквушка. Здесь должен Святой Отец сидеть. Да нет? Нет. Ну, в смысле, его кабинет. А вот чтобы... Расповедоваться, грубо говоря. Это вот где-то там была буточка. Но её, наверное, уничтожило ещё. Войнами. Ну ладно. О! Так вот, глянь, какая у нас тут самка родоленя ходит. Знаете, олени, бегающие по городу. Постапокалиптик. Вот меня только навевает на мысль... Постапокалиптика зелёная. Здесь у нас, как вы видите, не совсем всё зелёное. Ой, да пошла ты нафиг с мясорацией оленя. Рядь! Какой классный свет здесь, освещение прям вообще. Щиколадное! Так, вы это слышали? Я тоже это слышал. Какие-то взрывы. И знаете, что я вам скажу на это? А то, что, пожалуй, на этом эту часть я закончу. Так что, ребятки, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И всем тортик!